Всем привет! В сериале Игра Престолов достаточно часто появляются подростки или даже дети в качестве главных героев всего шоу. И мы как зрители имеем возможность наблюдать за их взрослениями тем, как детки меняются с ходом времени. Сегодня я покажу вам, что стало с малышками из первых сезонов Игры Престолов, и тут советую досмотреть до конца, а также расскажу, почему многие обвиняют наш с вами любимый сериал чуть ли не в растлении юной поросли. Погнали! И начинаем мы с вами, конечно же, с сестренок Старк, Арии и Сансы, которых вот уже 7 сезонов подряд играют Майзи Уильямс и Софи Тернер. Давайте начнем с Майзи. Она родилась в 1997 году и на момент съемок юной актрисе было всего 13 лет. Тогда все мы видели ее героиню, да и саму Майзи как дворовую девчонку, такого себе пацана в юбке и мелкого шалопая. Но время шло и вот уже повзрослевшая актриса всеми силами пытается избавиться от своего мальчишечего амплуа, активно демонстрируя, что у нее тоже есть на что посмотреть. И если в сериале Майзи все еще ограничена некими рамками, то в реальной жизни она всеми силами пытается это наверстать. Что же в этом деле, главное не перестараться. Если же говорить о сериальной сестре Арии Сансе, то исполняющей ее роль Софи Тернер всего на год старше Майзи. Но как в жизни, так и в сериале ее образ с самого начала был куда более женственным. Правда и Санса и сама Софи довольно резко изменились за все это время. Если говорить о сериале, то в нем Санса прошла путь от скромной девочки до леди Винтерфелла, властной, а порой и жестокой личности. Сама же Софи Тернер тоже не так легко вынесла груз популярности и ранних денег. В прессе то и дело появлялись ее откровенные фото и наряды, а также сообщения о выходках молодой звезды в нетрезвом виде. Так что пока что Софи отжигала по полной. Правда совсем недавно мы все узнали о ее запланированном замужестве с 28-летним певцом Джо Джонасом. Так что может быть теперь наша Санса и постепенится. 18-летняя Нелл Тайгер Фри запомнилась зрителям Игры Престолов по трогательной роли Мерцеллы, особенно по драматичному моменту ее смерти. А вот инстаграм самой актрисы выглядит уже не столько трогательно, сколько местами даже откровенно. Ведь Нелл не стесняется постить там достаточно смелые фото, радуя своих почитателей со всего мира. А вот кто в жизни остается в таком же сдержанном образе, как и на экране, так это исполнительница роли Ляны Мармонт, взорвавшей фанатов Игры Престолов в шестом сезоне Белла Рамси. 13-летняя актриса не спешит выставлять на показ части своего тела, это и правильно, учитывая ее достаточно юный возраст. Ну и наконец, победительница нашего топа Кэрри Инграм. Зрителям сериала она запомнилась вот такой, не очень красивой, зато очень доброй, тихой и скромной дочерью Станиса, которую зверски сжег ее собственный отец вместе с красной женщиной. Но каково же было мое удивление, когда я увидел, как эта девушка выглядит сейчас. От той ширы, которую мы помним, не осталось и следа, и в данное время Кэрри активно постит свои фото в образе уже такой себе женщины, не стесняясь даже достаточно смелых снимков. В общем, как по мне, именно она изменилась со времени съемок больше всего. Возможно, это связано с обилием грима у сериальной Ширен, хотя уверен, что не только с этим. Ну и напоследок, недавно Эмилия Кларк дала очередное большое интервью, в котором актриса в своей веселой и слегка эпатажной манере раскритиковала всех ханжей, которые, по словам самой актрисы, ворчат, мол, с выходом «Игры престолов» порносайты потеряли часть своей аудитории, намекая на обилие откровенных сцен в сериале. В ответ на это Эмилия сказала, что секс это нормально, люди занимаются им для удовольствия, и она не видит ничего постыдного в откровенных сценах «Игры престолов», предлагая заткнуться всем моралфагом. Что же, на этой позитивной ноте я завершаю наше сегодняшнее видео. В комментариях вы можете написать, как вам изменения юных актрис «Игры престолов» и кто из них изменился больше всего. Ну а если вам понравилось данное видео, поставьте палец вверх и подпишитесь на наш канал, кто еще не подписан. Спасибо всем за просмотр и всем пока!